Огромная проблема. Именно таким заголовком американское здание «Политика» описывает новые боевые беспилотники, которые в последнее время все чаще появляются в небе над Украиной и доставляют немало хлопот боевикам киевского режима. Сами эти боевики цитируются здесь же в заметке. К примеру, младший сержант ВСУ рассказывает, что на Херсонском направлении дроны недавно без труда уничтожили сразу два танка. А в Одессе поразили объекты инфраструктуры. Сбить их не удалось. Зафиксировать подлет к целям на радаре, дескать, практически невозможно. Ну или как минимум невероятно сложно. Отсюда политика делает вывод, что такие беспилотные аппараты уже, по сути, меняют правила игры в украинском кризисе, поскольку они могут наносить невосполнимый ущерб и бронетехнике, и артиллерии, то есть хваленым западным гаубицам и реактивным системам залпового огня. Соответственно, теперь украинацисты просят у Вашингтона помощь, мол, ждут чего-нибудь для противодействия вышеупомянутым дроном. А дождутся ли? Попытался понять Евгений Тишковец. Евгений, приветствую. Насколько я понимаю, эффективной управы на подобные беспилотники у Запада просто нет. Добрый вечер, Алексей. Да, их просто нечем сбивать. Страшное предзнаменование в небе над Одессой. Украинская хунта знает, когда появляются они, точно произойдет что-то плохое. И вроде бы летят не так быстро и не очень высоко, но беспрепятственно заходят на любую цель. Средства ПВО бессильны. Опять падает солнце. Туда же. Еб... Предположительно, кошмарят ВСУ дроны ШАЭТ-136. В телеграм-каналах также фигурирует под названием Герань-2. Разработка, между прочим, иранская. Небольшой баражирующий боеприпас, массой всего около 200 килограммов, обладает весьма внушительными характеристиками. Дальностью полета до 2000 километров, высота до 4 километров. Максимальная скорость 180-200 километров в час. Больше, чем, например, у Байрактара, хотя и меньше, чем у реактивного самолета. Запускается БПЛА с передвижной платформы, что затрудняет поражение стартовой площадки. И сделан из композитных материалов. Его не замечают даже новейшие радары НАТО. Он идет низко, соответственно, у него цели неудобные для обычного ВРК. Ну, а за счет низкого вручения, он не очень удобные цели для ВРК. Подобного типа БПЛА активно использовались в войне в Йемене, где они имели большой успех против, в том числе, американских юнитно-ракетных комплексов. Впрочем, есть мнение, что Герания – это только начало масштабного деклассирования вражеского ПВО. По сообщениям российских военкоров, очень скоро к ним в небе могут присоединиться и другие, куда более крупные машины. Упоминается, например, Махаджер-6. Это уже не баражирующий боеприпас, а многоразовый разведывательно-ударный комплекс, который может и самостоятельно поражать объекты ВСУ бомбами и управляемыми ракетами, и наводить на цель другие беспилотники, в том числе, те же баражирующие боеприпасы. По мнению экспертов, такие связки дронов могут быть крайне эффективными в охоте на западное высокоточное оружие, натовские гаубицы, а также пусковые системы «Хаймерс» и «МЛРС». То есть, таким образом, с учетом появления Шахи-136, можно спокойно, как говорят военные эксперты, охотиться на американские «Хаймерсы», которыми так ВСУ хвалится последние несколько месяцев. То есть, в этом смысле, беспилотники могут и способны поразить поставленные перед собой целезадачи. Конечно же, успехи боевых дронов российской армии видят не только американские журналисты. В Пентагоне новую угрозу тоже восприняли. Вероятно, именно ответом на баражирующие беспилотники стала продажа Киеву зенитных систем «Насамс», специально заточенных на борьбу с небольшими аэродинамическими целями. Этими системами недавно хвастался Владимир Зеленский. Правда, эксперты сомневаются, что это как-то повлияет на эффективность работы БПЛА. Разве что удобных целей для них станет чуть больше. Мы всегда привыкли считать, что маленькая скорость – это плохо. Нет. В ряде случаев это, наоборот, достоинство. И не каждая ракета в состоянии увидеть беспилотник, который летит со скоростью 120 или 90 км в час. Более того, это всякие моменты, связанные с доплеровской частотой, с радиальной скоростью. Если это все использовать в комплексе, то, может быть, «Насамс» даже и не видит вообще подобного рода самолеты, хотя…